Вы знаете, там каждая история, она безусловно трогает душ. Просто если мы будем плакать над каждой историей, мы не сможем работать. Представляете себе хирурга, который боится вида крови, и начинает плакать от этого, он не сможет эффективно помогать людям. Поэтому, чтобы оказать помощь, посильную помощь жителям Чечни, они, руководители, лидеры очень многих правозащитных организаций в России, стали обсуждать некую идею. То есть было принято решение о создании так называемой сводной мобильной группы российских правозащитных организаций, которая на постоянной основе будет работать в Чечне. Когда мы ездили туда первый раз, когда я ездил туда первый раз, да, я испытывал, безусловно, чувство опасности. Там очень много людей ходят с оружием на улице. Это очень непривычно. То есть после командировки туда, когда приезжаешь домой, ты идешь по улице и вот думаешь, чего-то не хватает, и это спокойно. А там это не так. Как правило, и как я уже сказал, мы там не задержимся дольше месяца. Людей, которые принимают участие в работе этой группы, очень-очень много. Конкретного центра принятия решения, на которые власти могли бы надавить, просто нет. Хождение нашей группы там, оно вселяет определенную уверенность и в жителей Чечни. То есть многие люди перестали бояться.